Сегодня первый день, абсолютно ясная погода, утро О, какая красота тут Это невероятная история Здесь, в труднодоступном и в общем-то безлюдном районе Якутии В сердце Верхоянских гор я встретила людей Вот Ирина, красавица Ирина и Василий живут здесь постоянно, душа в душу, вот уже 27 лет Мы с Васей идем смотреть сети на озеро Василий родился в здешних краях, в поселке Джиргалах Мама его якутка, отец Ивен Так получилось, что в два года после травмы мальчик стал глухонемым Его воспитывала строгая бабушка, оленеводка И конечно же тайга Олени, кочевки, нарты, мороз Суровый труд, суровая жизнь на природе Тундра, горы И только когда Васе исполнилось 11 лет Как-то спохватились, что мальчик еще не ходил в школу Так Вася из тайги снова попал в поселок Каково же ему было там страшно и непривычно Но постепенно он освоил и при бундрости русского языка И более-менее выучился и поехал дальше на учебу в техникум в Санкт-Петербург Тут-то они встретились с Ириной, которая случайно в тот момент гостила там у сестры А, Хариус, ага Молодые люди нашли друг друга Скоро будет 31-я годовщина их свадьбы Маленький голец Вот тут уже сети с помощью шестов заводятся Тут поглубже, тут, наверное, улов Покрупнее Вот улов с трех сеток С трех сеток, вот Но крупных нет, как говорит Вася Уже всех крупных выловили Какая красивая Вот и сама усадьба, можно сказать Здесь все построил своими руками Вася и его жена Ира Вот это гараж для буранов А здесь никак иначе не проехать Вон там основной дом Во, Вася рукодельщик Все своими руками Все построил здесь А здесь одежда хранится И здесь и банька Чтоб собаки не погрызли Ирина родом из-под Тула Но не побоялась поехать за любимым В далекую якутскую тайгу Сначала три года они жили в поселке Но потом переехали в более привычную Для Василия обстановку Тайгу Ирина все своими руками Вот это вот шила Научилась шить меховую одежду Рукавицы Иначе здесь не проживешь Да Рыба Такая избушка Щеночки пока здесь Они месячные В доме живут Даже телевизор есть Сейчас он правда не работает Что-то Вот мне Разместили здесь Вот так здесь живут Своими руками Ирина обучала Василию языку глухонемых Делилась всеми своими культурными и научными знаниями А Василий научил свою супругу Премудростям таежного быта Так Ирина Простая девушка из среднерусской полосы Стала опытной кочевой жительницей Заполярья Красная Годочка стала Ну вообще Мастер на все руки Вот это все Инструменты Для выделки Шкур Для выделки Обработки О Ух ты Да Вот такой я Учукчи видела Только Костяной Не костяной А каменный Ух ты Вот это да И вот Ирина все это Сама освоила Надо же Ух ты Вот это да Ага Ага Что только нету Выделка шкуры, чтобы она стала мягкая, долго хранилась, это трудоемкий процесс. Шкуру замачивают, потом все надо вычистить, натереть шкуры древесной трухой. Для выделки здесь используют труху лиственницы. А вот сюда можно камень вставлять и тоже выделывать. Ух, штаны какие, в таких не страшные морозы. Ой, какие классные. Да, вот такой натюрморт мне выложили из разной одежды. Внутрь трубосос вставляются меховые носки. Вот, чтобы снег не попал. Класс. А это старая какая-то кожа. Какая подошва. Какими толстыми нитками это сложно прокалывать. Ну, вот делают все самодельное. Вот такие здесь самодельные хлеба. Ну, даже есть лимон. Угостил русский рыбак, как сказали. Озеро. Вот это гриб, который Ирина привезла из Тулы 20 лет назад. Он уже здесь живет. Вот так вот. Еще вот там есть. Во. Во. Грибы. Печка. Вот здесь эти хлеба и пекутся. Вон там вон из бочки сделано. Пять штук улезает. Можно сказать, что живут Ирина с Васей в раю. В настоящем раю. Раньше у Ирины и Василия было свое стадо. Хоть и небольшое, но требовавшее усилий для содержания. Теперь они отказались от оленей с возрастом. Стало труднее ухаживать за ними. Вот они, хозяйство сверху. Раньше олени были здесь в загородке. А, лошади там пасутся. Ага. Ну да, это их помят. Привязи еще остались от оленей. Привязывали тут. Ну все, сейчас оленей уже нету. Вася с Ириной уже на пенсии. На севере ее получают раньше. Охота, рыбалка, запас самых необходимых продуктов без излишеств обеспечивают их вполне безбедное существование здесь на природе. Ага. На оленя привозили, да? Ага. Вот эти бревна для избы. Вообще капитальное строение. О! Это за бураном. Ага. Сани. Эти сани, нарты делал Вася. Да? Вася. Ага. Сам делал. О! О! Какие! Ха! Мучайся! Такая хорошая нарточка. Ага. Ааа! Это из оленя. О! Эти саленя. О! 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 Более плотным пластиком на винтах. Ой, тут современный пластик граничит с металлом и деревом. Раньше, когда Ирина с Васей были помоложе, они несколько раз совершали длинные и длительные по времени переходы. Вдвоем кочевали на оленях, на нартах, в гости к Васиной маме, в Тикси. Это больше тысячи километров без дорог по заснеженной тайге и тундре. Сколько приключений было на пути. Это тянет за бураном, да. Здорово. Вот эти маленькие, это олень, олень везет, а большие это буран. Да, большие тяжелые. Понятно. Ирина проводит мне экскурсию по участку. Эх, вот там вода не набирает. Вода. Ага, там купаться можно, да. Стирать. Ага, ага. Вон тропинка туда ведет. Ага. О, она что-то пересохла. Ага. О, Саша. Да, сейчас была жара. И воды не стало. Да, понятно. Отсюда брали кусок дерна и на крышу клали, да? Вовсю. Ага. Прям тут ягоды растут. Их сейчас везде много. Голубики. Ага. Да. Все под руками. Само растет. Это рыли яму, потом набрасывали камни. И вот получается фундамент. Бревно для новых хозяйственных работ. А это гараж. Гараж, там бураны. Дров много надо на зиму. Да. Ну, это сломанный старый буран. О, тут всякие полоя. О, вот оно чудо техники современной. Бураны. Да, и тут печка. Их тут надо хранить тепли. Заводить. О, и сюда он выезжает. Вот такой гараж. Связь с внешним миром тут только лошади да бураны. До поселка 160 километров. По долинам и горам. Через перевалы. Раз в два года Василий с Ириной делают запас продовольствия. Это целое дело. Покупают и везут продукты из Якутска. Так намного дешевле, чем в маленьких якутских поселках, куда продукты в магазины доставляют авиацией. Снаряжают маленький караван из буранов. Везут 800 литров топлива. Несколько мешков муки, сахара, сливочное масло в коробках. И ты умеешь водить? А, вот на этом? Ага, вот на этом буране ездишь. Ага, понятно. Здорово. О, класс. Ага. Ага. Ой. Простой управление. Вперед, так, назад. А так заводить. Понятно. Ну, был бы снег. Может быть, прокатились бы, да? Ага. Ага. Видите, на гусеницах. Этим буран Вася управляет. Да. Серьезная техника. На высокие горы может... На горы залезать, да? На крутые горы может заезжать. Когда холодно, чтобы завести, надо топить печку. Согреть мотор. Обито шкурами для тепла. И здесь, вон, тоже шкурами проконопачены. Старая избушка стояла прямо на берегу озера. Но там, как не топили, зимой она продувалась на ветрах. Новую избу построили уже здесь, поглубже в лесу. А потом срубили и несколько хозяйственных построек. Ленда, спать здесь же. А, где шкуры? Шкуры висят, чтобы они не портились. Они здесь хранятся. Ага. Олени. А, спать, спать. Ага. Это постели, зимние постели. Да, спать на них. Ага. Вот так спокойно и живут на природе. Ирина с Васей, здоровой жизни предков. Какие пушистые, милые. События неожиданным образом разворачиваются. Мы едем на озеро. Этот конь, хороший конь. Хороший конь. Вот мы едем. Мой дикий. Федор, меня нахожу. Мустанг. Ага. Мустанг дикий. Вот этот, да? Да. Ага. На озеро Лыбаллах мы едем на лошадях. Ой, хороший. Ну, попробуем. Ну, вот и я еду на коне. Пока сам он идет. Кофе. Его зовут Кофе. Ой, испугался. Да не бойся. Федор, ближайший сосед Ирины и Васи. Он тоже постоянно живет тут, в тайге. У него есть рация. Правда, сейчас она сломалась. Еще в здешних местах кочует оленевод Туян. Только у него есть спутниковый телефон. По следам мы определили, что Туян недавно прокачевал в сторону озера Лыбаллах. И Федор предложил мне поехать туда. Здорово, как ехать. Это не то, что идти. Это вообще. Это такой класс. Я ведь хотела поймать большого гольца. А заодно ведь можно будет позвонить. Я уже три недели как не выходила на связь с родственниками. Снимаешь? Красота. Вот она. Мимы тут. А это, как его? А она это, как его, записывает же, да? Конечно. А это голос записывает, да? Записывает, а как его? А, тогда с песней поедем. Можно. Это песня называется «Версоянские горы». Горы для реки преграда, для ветра, горы ограда. Облака отдыхают гора, а для горца горы родная земля. С высоких гор Версоянского хребта, начинается моя земля. Летом здесь подвеси оленей, юрки, палатки, котилы, хребтей, радостный слезь, играющих детей, веселые улучши взрослых людей. С высоких гор Версоянского хребта, начинается республика Тахал. Чистые озера, реки и леса, похоронить нам надо на долгие века. Жить и развиваться в гармонии с природой, работать и учиться на блага людей. С высоких гор Версоянского хребта, начинается моя страна. С высоких гор Версоянского хребта, начинается родина моя. Это песня собственного сочинения Федора. Федор, это тоже удивительный человек. Работал в речном флоте механиком, потом пожарным. У него 77 прыжков с парашютом на горящую тайгу. Работал и оленеводом. Здесь он знает все окрестности. Кочевал тут раньше со стадом. А теперь Федор неожиданно для себя недавно стал поэтом. Он уже написал 7 песен. А еще Федор мечтает сделать беспилотник. Да, он хорошо разбирается в математике, освоил их азы радиоэлектроники. Ведь в речном он уже учился на дизелиста, так что в технике разбирается. Я что задумаю, мне обязательно исполнится, уверенно говорит Федя. Здесь, в тайге, ему не хватает только книг по радиоэлектронике со схемами. Вот это изгустка Федора. Его называют русский Федя. Хотя он по национальности и вен местный. Просто 4 лет воспитывался в детдоме. Когда вернулся в тайгу, по-якутски не мог говорить, забыл. Ребята над ним смеялись. Он был маленьким, щуплым. Но парень занялся боксом и добился неплохих успехов. Теперь Федор на пенсии. Живет здесь уже давно, больше 20 лет. У него два коня. И на них он изредка выбирается в поселок. На плохих участках мы сходим с коней и ведем их по воду из камней. Приближаемся к перевалу. Но еще далеко. Еще далеко. Здесь тундра уже. Вот оттуда мы едем. Вот оттуда. О, нам по тому ищели еще идти вверх. Сейчас начнутся одни камни. По-якутски не ргын. Одни камни будут. Коня здесь не подкованные. А их опасно подковывать. Морозы здесь большие и может копыта отморозить. Какая плитка прям. О, каменное ущелье. Ага. Вот эта крупная, да? Ага. Еще круче. Там надо залезть сюда. Еще круче. Ничего, залезем. Там вон тропа. Ну что, лошадка, притомилась? Зачем тормоз, что ли? Пойдем. Пойдем по тормозам, да. Пошли. Надо, надо. Кокослика, у кокослика таскай. Идем. Давай, давай. Сейчас. О, конные туристы мы сейчас. Давай, давай. Пошли. Пойдем. Выходим на перевал. Козер улыбала. Там дым, у нас дыма нет. Да, там еще осталось. Зато твой по тормозам не дает. Ага, пойдет. Эти кони родные братья. Им уже 20 и 23 года. Вон оно озеро. Улыбала. Показалось. Ха-ха-ха. О-о-о-о. Боится. Пойдем. Пойдем. Пошли. Вот. О, боже мой. Подъезжаем к озеру. Лыбалах. Лошадь, убежали. Ой, потрясется. Вот оно озеро. Вот мы подъезжаем. Подъезжаем к дому оленеводов. Хозяин, оленевод Туян, ушел искать отбившихся оленей. Мы будем ждать его до вечера. Вот домик оленеводов и венов. Хозяйка зовут Октябрина. Надеюсь, на берегу озера была. Вот хозяйка этого дома. Октябрина, да? Угу. А вы давно здесь кочуете? Давно. Уже сколько лет я тут? Шесть лет. Тут шестой, пятый год. Пятый год. А муж-то давно. Угу. А сколько у вас оленей? Примерно двести. Двести? Угу. Эй, льва махала. Прямо отдает. Ну, совсем маленькая. Эй, мягкая. Жир какой. Угу. Жир, жир. Не знаю, медвежатый или нет, но такой дичины прям отдает. Ой, вот это да. Часто у вас бывает такая добыча? Медведь. Редко. Редко, да? Нет, редко. Угу. Чаще, наверное, бараны, да? Бараны, ага. Угу. Вот это здесь хранилище медвежье сало. Вот какое толстое, толстое. Вон палец. Угу. Три пальца. Угу, три пальца. Это сало медведица. Угу. Вот вялится тут. Просто. Угу. Вот такое хранилище. Это, 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 как его, кухня? А, кухня. Ну, там вот и мясо хранится. Ну, а я, собственно, отправляюсь на рыбалку за гольцом. Здесь они вводятся крупные. Вот моя снасть. Вот такую. В лесу я уже ловила гольцов. Посмотрим, что будет здесь. Вот. Идут домика. Первый заброс. Не знаю, что будет. Тут глубоко. О, сейчас попробую, чтобы блесна ближе к нну пошла. Коробочка. Не хочет на камеру. На озеро Лабулах легко попасть только на вертолете. И, в принципе, каждый год сюда устраиваются туры рыбаков, как рассказали нам оленеводы. Прилетают рыбаки, живут какое-то время, ловят здесь гольцов. Потом их забирают обратно на вертолете. Лучшее время для лова – это июль. В августе, как говорят, уже клев похуже. Ну вот, мы возвращаемся. Не удалось мне поймать кольца. Но зато я дозвонилась домой по спутниковому телефону. Мы здесь отлично познакомились с интересными людьми. И нам с собой еще сало дали медвежьи. Вот так что... О, и лошадки домой быстрее бегут. Домой кони даже в горку едут. Надо же! Я думаю, мы здесь сейчас их поведем. А мы поднимаемся вон на перевал. Подъезжаем к перевалу, в нашу долину. Отправляем седло мне. Стоим на перевале. Что, красавец, конь-огонь! Закат скоро! Не хочет опять вниз. Да, в этот день мы припозднились и вернулись домой на озеро только в полной темноте. С утра мы идем на озеро Кимпиче. Тоже. Здесь Вася ставит сети. На этом озере. И снова, погожий денек. Нет дыма над головой. Вообще-то, в этот день Василий собирался идти ловить торбогана, сурка. Но ради редкого гостя лишний раз поставил сети. Ведь желанного большого гольца я так и не поймала. Большие хариусы. Ага. Да! Крупный хариус. а и эти щеки что-то не очень много о это голец о большой голец по нынешним меркам здешних мест во зубастый вот такой голец это Вася для меня выкладывает чтобы показать улов чтобы я сняла так то он конечно так не делает просто ловит задняя работа красивые да от Василия я узнала интересные сведения про рыбу например она уже по внешнему виду брюшко определяет худая рыба или нет и рыбу которая не очень нагуляла жир скорее да с собакам и 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 А я не знала, что сырой можно Точно Ну да, это печенка Это жарить Прям так А там нет этих А этих нет там Белый это тот самый рыбий жир Снимается этот пузырь А вот печенка Прям так Нормально Все, рыбалка закончена Возвращаемся Речка, которая вытекает из озера Гейбала в кипяче Вот она тут такая мелкая По ней можно сплавляться туда дальше В речке прям рыба видна Вон там кони пасутся Три Вашины, два Движним коням Заготавливать корм не нужно На вольном выпасе Весь год Ой, какая тут красивая Ой, мой Вот и заканчивается мой отдых У гостеприимных Хозяев Хорошо, что ты Это да Маршрута не сошла Да? Да я и так сошла же Ну как я Я не сошла Я пришла в гости Ну, по маршруту пришла Конечно А сегодня вот Седлаем коней И Федя меня провожает Обратно В сторону Где лежит моя лодка Вот Вот Вася Ирина Меня провожают У него Прямо Криво Криво Кофе Хороший Конь Спокойный Даже Везет Такую Такую Неученую В конном деле Как я Еще там Песни Приготовил Обязательно Ты в интернет Добросишь Обязательно Я хотел бы Вон тем Вертолитом Который прилетает А то я не сказал Седло еще Старое Деревянное Хорошо, что ты Бреста А то Он нарус Наделает Ладно Вот Это Вася Своими руками Сам Делал Сам Сам Ремешочки Такие Кожаные Все Пришито Вот Видите А Нетр Не ланковал Вот Это Он Делал Да Так что Здесь Все Теплый Я думала возвращаться Иным путем По распадку Мечена Но Федор Отговорил меня В узком ущелье Там много Глубоких бродов Так что Придется Идти обратно Тем же Каньоном По известному По пути Сегодня Горы Снова В тумане Приволокло Что-то Дым И тумана Дым Не такая Видимость Как вчера Заволокло Эх Прощайте Высокогорные озера Здесь Недалеко От места Перевала Федор По традиции Оставляет Приношение Духу охоты Баянаю Мы увидели Баранов Еще с собакой Гонят А мяса У нас нет Запас Нужен Хоть бы Не промазать Сейчас Закет Собор Должны Закет Волонь Что-то На скалах Седом ere tornado Вон он батар, вон он, вон он. Стоит, не уходит, не уходит, он его хорошо держит, так еще надо, вниз даже идет. Ну хорошо же стоит. Сердце, да, молодец, хорошо, да, папа, а я... Тузовка, вот такими патронами, легенькими, даже медведи таким убили. Да, медведи, я в прошлом году медведю стрелил. Угу, надо же. А с одного раза еще, между прочим. С одного раза? С одного раза? Да, с одного раза. Ничего себе, под ухо, да? Под ухо, не под ухо, а так, ну под ухо можно сказать. Ага. Это, ну, короче, как боксер ударяет в этот... Нокдаун отправляет, то вот в это место стрелять надо. Понятно. Помочь? Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Сюда, 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 сюда. Сюда ты, керенький. Федор проводил меня до последней зоны леса. Вот здесь вот мы ночевали под лиственницами. А вот последняя уже осень. Вот здесь. С утра Федор уже коней поймал. И сейчас отправится в обратный путь. А я пойду на перевал. Обратно к своей лодке. Все, осень уже совсем холодно ночью. Сегодня было. Вот скоро холодно будет. Еще холоднее, да? ПЕСНЯ Люди, любящие небо, создают корабли, похожие на птиц. Экипажи, знающие небо, управляют кораблями. Повзрослев мальчишка, будет он летать. Просторы России станет охранять. Помня богатырей былинных, Любя красивых железных лебедей. Помня богатырей былинных, Любя красивых железных лебедей. Люди, любящие небо, создали корабли, похожие на птиц. Экипажи, знающие небо, управляют кораблями. И... Конец песенки! Федор Березнов надежно упаковал свои творения и передал мне. Он очень хочет, чтобы его песню спел какой-нибудь певец, чтобы музыка такая была настоящая, под рок-гитару. И вот они написаны тщательным детским почерком слова этих песен. Завтрак туристов. Да. Гречка, как обычно. Счастливо, Федя! Удачи! Спасибо! Удачи! Эх, я снова одна остаюсь. Мне путь через перевал. Надеюсь... А где моя маленькая собачка? А, вот! Вуди, Вуди, Вуди! Надеюсь, пройду все благополучно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok